здравствуйте меня зовут инга митери это мой личный youtube канал поэтому пожалуйста подписывайтесь если вы этого еще не сделали обязательно лайкайте комментируйте антон гераченко мой гость сегодня антон я вас приветствую я вас также приветствую антона тоже прекрасный youtube канал и важный телеграм-канал все ссылки будут в описании подписывайтесь и читайте антон ну сегодня исторически наверное день два очень важных событий одно очень позитивная украина подала заявку в нато да для того чтобы быстро туда стать членом без подачи а второе это ожидаемо но печально аннексия наших территорий абсолютно незаконная российской федерации с чего начнем все-таки здорового человека или больного что для вас сейчас важнее смотрите мы наблюдаем продолжение агонии агонии режима путина и самого путина он как загнанная краса крыса понимает что впереди у него только смерть и смерть мучениях но он не хочет это принять поэтому он тащат за собой в могилу десятки сотни тысяч россиян он тащит за собой в могилу жители оккупированных территорий украины он принимает абсолютно абсурдное решение которое не поддерживает даже те страны которые называли себя своими союзниками и будьте уверены что не китай не даже северная корея скорее всего не признают аннексии данных территорий мне недавно поступила информация что даже ким чен ин который ранее признавал или заявлял там признание лднр отказываются от дальнейших сотрудничеств с путиным и даже не хочет продавать ему оружие путин становится самым главным паре на этой планете и обойдет и придет и асада президента сирии и президента северной кореи ким чен ин а что будет дальше дальше будет следующее он хочет передать ультиматум украине что украина должна признать все эти аннексии остановить военные действия иначе он будет применять все имеющиеся его арсенале средства с намеками на атомное оружие я могу сказать что исключать ничего нельзя но на мой взгляд применение хотя бы одной ядерной бомбы или ядерной ракеты сделает его окончательным изгоем во всем мире от него отвернуться еще больше даже те кто считали его относительно вменяемым потому что применение ядерного оружия впервые с 1945 года в мире не нужно никому не китаю не индии не пакистану что это вызовет соблазм других ядерных держав применить силу своих конфликтах и тогда весь мир просто превратится в радиационный пепел поэтому думаю что этот блеф не будет приведен в исполнение наоборот это будет началом конца для путина начало конца продолжается каждый день сегодня например только что наши бойцы заявили о том что они заняли поселок дробышево который находится на территории донецкой области в двух километрах от города лиман город красный лиман пока еще оккупированным окружен практически полностью нашими войсками у меня вопрос для кого был весь этот фарс для кого были заявления про вхождение некой фейковой сущности донецкая народная республика состав россии если с каждым днем этой сущности не будет не будет существовать наши войска наступают на всех направлениях где-то быстрее где-то медленнее но конец путина неотвратим вот мы видим видеоролики тысячи видеороликов про мобилизацию но мы же понимаем что эта армия не будет воевать у путина не воевали даже его спецназы и даже не контрактная армия эти люди бегут и не хотят воевать потому что это не война за интересы россии и это понимает любой солдат я даже такое сделал себя голосовалку на телевизорном канале кто лучше всего понимает что путин проиграл первый ответ это мертвый русский солдат второе это солдат который вернулся без рук без ног из украины и третье это солдат который российский попал в плен так вот у них нет выхода эта война не правосудная и нечестная и они будут за путина солдаты сражаться эффективно и будут сдаваться массово в плен они будут бежать не будут бросать оружие мало того чем больше будет мобилизованных на фронте тем больше будет проблем для самого путина потому что эти мобилизованные они не будут эффективно воевать и наоборот нашей армии будет проще наступать потому что и будет противостоять люди которые не в состоянии воевать вот по поводу лимана смотрите я читала что там несколько тысяч российских военных окружены насколько для нас это проблема если их брать в плен то их нужно содержать кормить а российская федерация практически их не меняет это для нас сложно смотрите нам очень нужны пленные потому что наших пленных тысячи остались плену даже после последнего обмена поэтому плены нам нужно чем больше тем лучше для обмена на наших пленных что касается количество тех пленных которые могут быть будущем красном лимане я бы предложил бы российских военнопленных и цеплят считать по осени то есть закончится наступательная операция закончится эта операция и тогда будем считать сколько будет пленных пока что это скажем так ну не стоит делать хорошо антон хочу вернуться все таки к самому вот этому шабашу который был там где выступал путин но не вечерняя часть бюджетниками а первая часть со скучными лицами кто там было сенаторы депутаты там сидели те люди которые привыкли отдыхать на своих виллах в каннах в ницце там сидели те люди у которых яхты плавали по средиземному морю там сидели те ублюдки закружения путин у которых дети как у лаврова дочка гражданка соединенных штатов америки эти ублюдки выслушивали рассказы про ядерный пепел про войну западом и так далее они были очень скучные лица потому что не поняли что никогда больше своей жизни не увидят не каны больше не париж не лондон и требования нашего президента вообще запретить въезд граждан российской федерации цивилизованной страны абсолютно верно это было хорошо видно на рожах этих ублюдков пусть живут у себя ездят себе в тверь в подмосковье какой-нибудь там балагой а туда так хочу напомнить чтобы зрители подписывались на мой канал на канал антона обязательно лайкали комментировали это видео антон вот смотрите значит люди люди там понятное дело скучали на них наложили еще дополнительно санкции но вот этот вот бред весь который нес путин очень странный он все-таки ориентирован на то чтобы запад услышал как-то испугался сказал да надо идти на переговоры или вообще для вот этих вот внутреннего электората для тех бюджетников которые ночью вышли с флагами потом это совершенно верно это сделано в первую очередь и самое главное для самих же оболваненных одураченных граждан россии для тех кто верил путину 22 года в его мудрость решения его власти доверия к ним очень сильно пошатнулась после харьковской изюмской наступательной операции когда за несколько дней была освобождена территория в тысячи квадратных километров после этого даже те кто считали путина правильным стратегом начали в этом разувериваться поэтому решение про мобилизацию решение про аннексии было принято для того чтобы удержать власть если бы он бы это решение не принял то его власть покатилась бы под откос еще быстрее но его конец не отвратим это же очевидно те же мобилизованные их родные будут восставать против путина после того как посидят в холодных окопах и же ждет зима в окопах на украине сверху и будут накрывать ударными дронами хаймерсами артиллерией снизу будет очень холодная земля и каждый момент лежа на этой холодной земле под нашими обстрелами мобилизованные российские солдаты будут думать куда же я попал зачем все это нужно и будут сообщать об этом ужасе своим родным мы будем продолжать публиковать аудиозаписи перехватов переговоров российских солдат уже термобилизованных своими родными и думаю что россия постепенно постепенно развериться пути не полностью это будет почва для массовых протестов то рано или поздно снесут режим путина вы у тебя в фейсбуке обратили внимание на число когда произошла это незаконная аннексия 30 сентября не буду пересказывать тем кто не прочитал расскажите пожалуйста я скажу что я написал о том что украина будет дальше бороться независимо от заявлений путина об аннексиях и будем бороться до победы до конца нам нужно наших западных стран наших союзников чтобы они усилили санкции вплоть до полного полной торговой экономической блокады россии потому что каждый день россия продолжает зарабатывать деньги от экспорта свои продукции это не только нефтегаз этой металлы это и лес это многие многие другие десятки тысяч наименований товаров запад должен пойти на ущерб для своей экономики полностью отказаться от любой торговли с россией потому что половинчатые санкции они не дают разрушительного результата для экономики россии второе запад должен максимально загрузить свои военные заводы производством боеприпасов и ракет даже самая ракета для есть для хаймарса которая выстреливается за одну секунду и у цели уже через 30 секунд и он доделать минимум все полгода ракет мы потребляем очень немало нужны миллионы артиллерийских снарядов чтобы сносить бошки этим новым мобилизованным мясу нужно много много ударных разведывательных дронов нужно много бронетехники для того чтобы защитить наших солдат от артиллерии противника поэтому нужно будет очень много оружия да так сложилось что украина стала страной на поле на полях которые разворачиваются самые грандиозные самые трагические события со времен второй мировой войны у нас нет другого варианта кроме как победить победить на поле боя ну вот то что 30 число и мюнхенский сговор как раз вот такие же параллели которые вы у себя провели исторически смотрите давайте по поводу нато вот сейчас возникают такие вопросы уже я смотрю опять же в фейсбуке люди пишут что ожидали что то что украина подала заявку и экстренное выступление столтенберга что столтенберг скажет что да мы приняли да мы вот в ближайшее время что-то будем решать но столтенберг ответил как обычно то есть любая демократическая страна может податься нато вне конфликта 30 стран участников будут это решать это коллективное решение это все конечно понятно но возникает вопрос украина согласовывала с нато то что мы подаем заявку или же это было удивление для столтенберга я могу предположить я думаю что это было решение президента основанная на стратегии на мудрости дело то что в ответ на незаконную аннексию еще одной части территории украины президент украины сделал политический ход на весь мир чтобы народы стран нато задали себе вопрос а как они дальше видят ситуацию а если путин таки нанесет ядерный удар по территории украины что будет делать цивилизованы мир смотреть на это дальше как умирают украинцы но тогда следующемues и если нанесут ядерный удар по территории украины и тогда кто мешает нанести его по территории прибалтики или польши поэтому нужно сейчас уже предупредить путина что любые действия дальнейшее по мнению ядерного ужин против украины получат аналогичный ответ да нужно чтобы он знал что умрет лично он что лично ему наiba луку падет ядерный ему его детям его внукам кстати вы знаете что символично и что символично у него седьмого октября будет 70 лет и получается так что решение госдумы и совета федерации которые они планируют на 4 октября это типа подарок путину на 70 лет типа к товарищу сталин да скорее всего вы абсолютно правы там еще же в этом году столетия создания советского союза но путин так акцентировал на том что мы не идем назад мы идем вперед я вот то что украина точно идет вперед это это важно но я вот все-таки риски российская федерация не определила значит в каких пределах ну вот это нигде не прозвучало в каких пределах они на их взгляд аннексировали наши территории запорожская и херсонская в каких я спрошу это совершенно не важно потому что абсолютно ясно уже для всех что победить этого ублюдка можно только на поле боя уничтожим максимально большое количество мяса из россии вот будет там 100 тысяч жертв 200 тысяч жертв тогда может быть начнут россия просыпаться 300 тысяч жертв для этого нам надо миллионы снарядов десятки тысяч ракет хаймарс десятки тысяч ударных дронов тысячи танков тысячи бронетранспортеров все и тогда произойдет то что было в 1917 году в российской империи помните что было был царь который посадил миллионы солдат в окопы воевать с германией кайзер который вильгельм был его дядюшкой и простые солдаты не могли понять когда им говорит это кашу же не воюют между собой не всю жизнь на одной яхте плавали чай пили вместе как как распалась у кайзеровская германия 18 было народное восстание и за два дня кайзер бежал голландию поэтому то же самое ожидает и путина поэтому мы должны помогать созданию революционной ситуации внутри российской федерации чем больше русских будет сдохнет на территории украины тем вероятнее наступление наступление революции в россии но складывается впечатление что даже люди после крепостного права чувствовали себя более свободными чем россияне сейчас своей стране я вот даже уже не знаю дождемся ли мы тогда удара авроры по зимнему будет будет ли или все таки вот все вот эти вот активные хоть любители зэд символики хоть либералы и демократы из страны убегают а те кто остается согласны поменять мужа на барана как мы видели это в тыве смотрите вы знаете пути господни неисповедимы как и пути истории поверьте что каддафи не мог себе представить что после 40 лет полновластного владения ливией его разорвут толпа на клочке а вы думаете что президент египта хосни мубара который 31 год правил египтом поверил бы что он умрет в тюремной больнице тоже нет поэтому я уверен что путин своей смертью не умрет хочу еще вас спросить по поводу если вас какая-то информация по по беларуси все-таки что там происходит может быть вас есть какой-то инсайд если нет значит беларуси пытаются создать впечатление что якобы лукашенко тоже готовится нападать на украину якобы там будет мобилизация стандарт подтверждение этому реального нет мое ощущение что лукашенко уже никуда не рыбнется он находится в заложниках у путина но он еще как-то сошел с ума но не до конца поэтому я бы не ожидал с его стороны каких-либо активных действий однако этот упырь предоставил свою территорию для нападения на украину 24 февраля оттуда летели ракеты нас оттуда летали самолеты время от времени лукашенко брыкается и перестают осуществляться какие-то действия с территории беларуси все время он пытается показывать путину свою лояльность но еще раз три он заложник у путина я думаю что он боится физического устранения со стороны агентов путина которых думаю в его окружении немало поэтому со стороны беларуси это не самая важная опасность самое главное это сейчас чтобы наш народ был продолжался быть дальше сплоченным чтобы наши союзники поставили нам в 10 раз больше оружия снаряжения боеприпасов потому что никакого иного пути кроме как военные победы на полях сражения нет никакие переговоры ни о чем не добьются результата путин хотел бы сейчас чтобы все его испугались признали аннексии чтобы ситуация превратилась что-то что было после минских соглашений февраля пятнадцатого года то есть ни мира ни войны это недопустимо это не выгодно чуть не выгодно это это абсурдно дальше может быть только победа украины и всего цивилизованного мира и эта победа будет обязательно спасибо за интервью слава украине мы победим героем слава большое вам спасибо с нами был антон герасченко подписывайтесь на все наши каналы ставьте лайки пишите комментарии интересным прощаясь